Друзья, всем привет! С вами, как всегда, JumboMax И в этом видео я отвечу на вопросы Какие у меня есть Xbox и сколько их Дело в том, что на каждом игровом стриме, под каждым видео Меня спрашивают один и тот же вопрос Какой у тебя Xbox, сколько у тебя Xbox и на чем ты играешь? Чтобы не отвечать каждому лично, я и делаю это видео И расскажу вам историю о том, где я покупал, почему я купил Сколько у меня Xbox и так далее Ну, давайте начнем Всего у меня было 4 Xbox Первый Xbox 360, Xbox Элитный, Xbox One Fat и Xbox One S Первый Xbox мне купили давным-давно, в году, наверное, в 2007-2009 Когда мой комп перестал тянуть новинки Ну, это вы историю слышали и так далее Далее с ним случилась кое-какая проблема Об этой проблеме я вам расскажу в одном из следующих видео Он выйдет летом, он будет весьма интересный Будет в виде мини-влога Поэтому ждите видос о моем первом Xbox Далее мне купили Xbox 360 Элитный Потому что кое-какая ситуация произошла с предыдущим Xbox И играл я на нем до выхода Xbox One Fat Да, я брал ее прошитую, там была какая-то прошивка, которая тянула абсолютно все игры Там был какой-то трабл с прошивками, но эта консоль тянула абсолютно все Поэтому мы ее и взяли На тот момент он стоил, по-моему, 27 тысяч русских рублей Ну, весьма весом для консоли было, но мы ее купили На этой консоли я играл чисто в офлайн до года 2013 У меня даже остался профиль на жестком диске одном, на котором, по-моему, около 50 KG заработанных в офлайне То есть это я играл только без интернета и все ачивки были чисто с одиночных игр Вот такой я вот задрот На самом деле у меня от Xbox 360 было нереально много игр Я скупал абсолютно все, потому что, ну, пиратские стоили очень дешево Ну, а лицензию покупать было дорого, потому что там игры стоили по 2,5, по 3 и дальше Ну, а я их хотел играть много, поэтому выбор был очевиден, что покупать Да, в какой-то момент у меня началась проблема, что Xbox требовал новых прошивок Я еще жил тогда не в Москве и была с этим проблема То есть я живу там, прошивки нет, мне привозят новую игру, в итоге я не могу в нее поиграть И тогда мы покупали лицензию, чтобы хоть как-то поиграть Меня батя привозил с Москвы игры, это были самые шикарные мои воспоминания Потом в 2013 мне подключили интернет, я начал играть активно в онлайн Я до этого времени никогда не играл в онлайн, даже на ПК И для меня это было, ну, невероятное чувство, невероятные эмоции, когда ты можешь с живым человеком поиграть вместе Это... коруто Дальше, после просмотра презентации Xbox One, я купил Xbox One, когда он вышел только в России Я купил его одним из первых У меня даже коробка Day One Edition, я вам много раз об этом говорил Вот, брал я его в магазине 1С Интерес, по-моему, за 20... 26 тысяч Я брал картонку, которая, типа, давала скидку и которая гарантировала предзаказ данной консоли Я ее купил в первый день, когда она вышла в Россию И остался, естественно, доволен, судя по моему каналу, судя по моим видео Дальше мы купили Xbox One S Мы его покупали не потому, что он, типа, как-то лучший, там есть, там, 4К разрешения фильма, HDR и так далее Нет, мы купили его для того, чтобы чисто играть вдвоем На новом поколении была такая проблема, что очень мало игр на сплитскрине Если же на седьмом поколении было, ну, достаточно игр на двоих, то на Xbox One было мало игр Надо было покупать второй Xbox И мы его, в принципе, для этого и купили Но потом выяснилось, что брат не особо хочет играть вдвоем И эта консоль у нас начала использоваться чисто для того, чтобы играть в одиночные игры в комнате, где нет Wi-Fi Да, у меня есть Wi-Fi, но он не распространяется на всю квартиру И мы приняли решение, чтобы Xbox One S поставить туда, где нет Wi-Fi Потому что его, в случае чего, его проще перетаскивать Потому что если будешь перетаскивать Xbox One, то он тяжелый, да много проводов Ну, короче, это геморройно и не стоит того Также эта консоль у нас используется для того, чтобы поехать куда-либо Мы иногда куда-то ездим Если мы понимаем, что мы едем на длительное время И какие-то дни могут быть скучными за погодой То тогда мы берем Xbox One Потому что, ну, куда без Xbox One это, а? И берем его с собой Его брать очень удобно Он компактный, у него небольшая коробка Также мы используем Xbox One S для стримов И, в принципе, все Для этого нам Xbox One S не нужен И не для того, чтобы там смотреть фильмы в 4К и так далее, нет Если отвечать на вопрос, на чем я больше играю То я, скорее всего, больше играю 50 на 50 Не потому, что там что-то слабее, что-то лучше и так далее, нет Лишь чисто из-за удобства В онлайн-игры я играю чаще всего на FAT-версии Потому что он ближе стоит к Wi-Fi А на Xbox One S я играю лишь в одиночные игры Или когда стримлю Все, по большему счету я играю все же на FAT-версии Потому что там большинство игр, в которые я прохожу и играю и там подобное Разница в мощности Xbox One FAT и Xbox One S вообще незаметна Вообще! То есть, если там изначально были какие-то тесты Которые наводили на мысль, что S-версия все-таки лучше, мощнее там на несколько процентов Да, по факту она может быть и мощнее Но показывает в точь-в-точь такую же картинку Вообще, это две абсолютно одинаковые консоли Если кто-то спрашивает, что мне купить, Xbox One S или FAT То просто выбирайте исходя из цены и за габаритов Если вам нравится большой Xbox, берите большой Если маленький, то лучше маленький Все, а так это консоли практически одинаковые Да, единственный плюс Xbox One S в том, что на 4K телеке его изображение Ну, по крайней мере, даже в городе в играх я не увидел Намного четче, потому что она картинку растягивает до 4K То есть, просто растягивает Она не рисует текстурки в 4K, а просто ее растягивает То есть, мыло мыльное, но чуть-чуть почетче Если отвечать на вопрос, жалею ли я, что купил столько Xbox'ов То отвечу, что нет Ни капли не жалею Потому что я всегда покупал то, что мне нравится И вам этого делать советую Если же поднимать вопрос о том, какую консоль выберу в будущем То ждите следующий видос в каком-нибудь следующем видео Я вам об этом с радостью расскажу И на этом у меня все Не забывайте писать в комментариях, какие у вас Xbox'ы На чем вы играете Также не забывайте поддерживать канал лайками, подписками на канал Если вы еще не подписались И большое спасибо вам за просмотр До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok